Я начну со слов известного великого польского педагога, который был убит нацистами в середине 20 века, Януша Корчика. В его известной книге, которая называется «Как полюбить ребенка», он написал следующие слова. Все войны в мире начинаются в детском возрасте. Почему? Начинаются с колыбель. Ребенок, который рождается в семье, в которой его так долго ждали, со временем понимает, что ситуация взаимодействия с родителями, когда он не чувствует уважения к себе. И я пыталась ответить на вопрос, как можно избежать насилия во взаимодействии родителей и детей. Что можно противопоставить насилию? И, как я думаю, это только диалог. И теперь, когда мы задаемся вопросом, осуществление взаимодействия посредством диалога между детьми и родителями, зависит ли оно от некоторых национальных особенностей в семье? И я попыталась охватить проблему возможности диалога с ребенком с точки зрения многокультурного русского общества. Я попробую представить вам некоторые примеры того, как воспитание детей в семьях, в русских семьях организовано, и зависит ли воспитание от национальных признаков. Давайте начнем с понимания того, что такое диалог. Диалог в экзистенционализме – это не понимается как форма вербального общения. Диалог понимается как метод сосуществования людей, как способ сосуществования. И, как вы знаете, согласно психологии гуманности, единственным эффективным способом достичь воспитания и взаимодействия – это создать атмосферу, в которой взрослый ребенок могут вести себя естественно, принимать друг друга, добиваться понимания и действовать только посредством диалога. И на этом принципе многие русские ученые пришли к каким-то результатам. И они являются практиками и теоретиками. И они отмечают, что этот диалог позволяет выработать свободу и уникальность каждого. И я подразумеваю под индивидуумом родителей и детей. И каковы возможности диалога с ребенком в семье в многокультурном обществе в России? Ответ очень сложный на этот вопрос. Это связано с историческим развитием воспитания, с национальными традициями образования, в котором уделялось большое внимание в российском обществе. Как вы знаете, Россия – это многонациональная страна, государство. На ее территории живет 180 национальностей, и 80% составляют русские в населении. 180 миллионов людей называют себя русскими на территории России. А вторая по величине нации, проживающая в России – это татары. И мы сейчас находимся в центре Татарстана, Татарской республики. И третье место занимают украинцы, на которых проживает 1 миллион 930 тысяч человек. Каждая нация развивает свои традиции воспитания, которые отражаются в воспитании детей в современном российском обществе. Но также нужно знать, что многие семьи, где супруги разных национальностей, где один татарин, а другой татарин, или Мордовия, или какие-то другие национальности, мы видим, как традиции воспитания детей основаны на традициях различных наций и различных национальностей. Тем не менее, мы говорим о традициях образования, которые являются общими для всего человечества, и которые также проповедуются в России. И в своем анализе возможности диалога с ребенком я выделю следующую последовательность. Сначала я поговорю о характеристиках диалога. Дальше я представлю некоторые черты образования и воспитания согласно канонам педагогики. Я обращу особое внимание на татарские семьи. Я думаю, вы понимаете, почему. В первую очередь, потому что я сама выросла в татарской семье, в сельской местности. И я должна сказать, что традиции народного воспитания очень строгие, особенно в сельской местности. И я должна сказать на своем собственном примере, что образование на своем собственном примере. Могу об этом судить. И второе, как я уже говорила, татары – это вторая по величине национальности в России. И те примеры, которые я приведу, могут подтвердить это. Давайте начнем с корректированными чертами диалога. Что такое диалог? Согласно Буберу, диалог – это я-ты взаимоотношения. Бубер отмечает, что в ходе этих отношений возникает много препятствий. Существуют определенные основные модели, которые не позволяют прийти к сближению и взаимодействию учителей и учеников. Удивительно, но это так. Диалог, которые далеки, очень далеки от действительного диалога или очень сложные. Очень похожи на взаимоотношения священника и прихожанина, или врача и пациента. И мы понимаем, что священник – это посредник между Богом и людьми. И поэтому люди чувствуют некоторую боязнь и полное понимание, глубокое понимание того, что говорит священник, для них сложно. И если мы сравниваем доктора и пациента, это также понятно, потому что пациент приходит к врачу, потому что у него какие-то проблемы со здоровьем, и он так же боится, что с ним что-то происходит, и только врач может ему помочь. И именно поэтому он зависит от врача. Поэтому они не могут разговаривать с полным пониманием, между ними не может возникнуть этого понимания. Но это для меня было удивительно и поразительно, что Бубер думает, что взаимодействие между учителем и учениками и полное понимание между ними также очень сложно и не может быть осуществлено в полной мере. Почему? Почему так происходит? Я думаю, что это происходит, потому что многие воспитатели и педагоги, а также родители придерживаются авторитарных методов воспитания детей. И когда мы возвращаемся к семье, родители заявляют свою родительскую авторитетность и свой родительский авторитет как форму воспитания. Дети подчиняются отцу, как рабы. И власть хозяина в семье принадлежит отцу, потому что жена – это слуга в доме. А только отец имеет право освобождать своих детей, и это право существовало во всех сферах жизни. И оно связано с традиционной патриархальной семьей. И это был пример, когда в семьях казаков, когда глава семьи был единственным, кто содержал семью. И даже когда дети заводили свои собственные семьи, они продолжали повиноваться своему отцу. И так происходило в старой русской традиции. Если мы обратимся к татарским семьям, глава татарской семьи всегда также был мужчина, отец, муж, или если отец умирал, то им становился старший сын. Они руководили семьей, они также имели полную ответственность за все происходящее в семье, для всех детей. И право ребенка на голос даже не рассматривалось. И во многих татарских семьях, особенно в сельской местности, даже сегодня признают авторитет отца. И в то же время нужно отметить, что в татарской педагогике корни уходят в личные примеры взрослых. Авторитет родителей играл чрезвычайно важную роль в формировании моральных принципов детей. Основой авторитета родителей стал богатый опыт, который они передавали своим детям. Любовь родителей и забота, роль родителей в их воспитании всегда была чрезвычайно высока. И по-прежнему это остается так в татарских семьях. Это очень хорошо демонстрируется во многих высказываниях. Дети получали понимание большого заботы и почтения к своим родителям. Таким образом, люди говорили, основы влияния родителей на детей очень тесно связаны с пониманием дружественных отношений внутри семьи и очень техно связей, взаимная помощь в рамках семьи, взаимная поддержка, которая имеет большую роль в обеспечении счастья семьи в будущем. И чтобы завершить рассказ о следующих христистике и этих особых идеологических взаимоотношений, и важным компонентом идеологических взаимоотношений является адаптация очень теплого отношения к ребенку, у которого есть абсолютная ценность, независимое состояние, независимо от состояния, поведения и чувств. Полностью зависит от того, насколько любят и сколько его принимают. Не всегда достаточно. Всегда нужно просто встать на сторону ребенка и дать ему понять, почувствовать, как ты его любишь. Педагогика говорит об этом и называет это чувство этих... They call it the chadlubia, that could be love for children. Love to a child. То есть это некое... Которое выражается одним словом. Любой ребенок в любой семье это долгожданное событие. Это большое счастье. Вы знаете, что два дня назад я стала бабушкой, и это было действительно очень долгожданное событие, и я и мой муж, мы были абсолютно счастливы благодаря рождению нашей внучки. И поэтому любовь к детям и забота о них являются яркими гуманитическими традициями во всей России. И отношение к этому всех людей примерно одинаковое. И, соответственно, педагогика требует того, чтобы мы заботились, любили ребенка и создавали условия того, чтобы он развивался и мог развивать свои навыки и способности. Народная педагогика приписывает особую роль родителям, особенно материнская любовь и особенно материнская любовь и забота в работу в развитии ребенка. Они рассматривают материнскую любовь как ключевой фактор развития и становления ребенка, социальные и моральные ценности, его уверенность в себе. Любовь родителей это посылка и исчерпывающий источник ответственности, и предпосылок для того, чтобы человек в будущем заботился и воспринимал других людей. Родительская любовь это основа воспитания в любой семье, поскольку есть очень мощная сила и материнская любовь. Любовь родителей, нежность и привязанность и уважение к родителям, способность создавать теплую атмосферу в семье иметь понимание того, что все это обеспечивает только положительное влияние на формирование ребенка как личности. Любовь и нежность к детям нашла отражение во многих жанрах литературы и фольклора. Это говорится, что во всех отношениях, даже в сказаниях, в сказках это так же очень четко показывается. Думы матери о ребенке, а думы ребенка о степи. Ребенок растет в условиях исчерпывающей любви и привязанности и поддержки. В таких условиях он развивает плавенное отношение к отношению и устойчивые принципы в его детстве. Ребенок, если ребенок воспитывается в условиях критисизма, и он вырастет подозрительным, очень негативным отношением к человеку, который так или иначе проявится в будущем его взрослой жизни. те, у кого низкая самооценка, скорее всего, им не хватало любви в детстве. И все это настолько важно в годы формирования их как личности. Диалог подразумевает абсолютное принятие ребенка, уважение всех его чувств, независимо от того, отрицательные или положительные. Это значит, что вы воспринимаете и принимаете все, что он делает. И только в этом случае вы сможете обеспечить, создать очень теплую атмосферу доверительных отношений. То есть, это создает такое отношение безопасности, которое помогает в формировании и выстраивании отношений. Если вы посмотрите на эту особенность диалогов национальном, формате в национальной педагогике, вы видите, что дети... То есть, есть определенная сложность у тех детей, которые слишком много опекали. Поддержка детей не отрицает, конечно же, влияние и важности педагогического образования. То есть, они таким образом... Народная мудрость говорит, что может привести к формированию самовлюбленности, невежества и чрезвычайной самооценки. избалованной мальчик становится волком, избалованная девочка глупышкой. А спойлт бой becomes a wolf, a спойлт girl becomes a fool. Есть определенная тенденция показывания меньше чувств в татарских семьях. Считалось, что дети не должны слишком опекаться, особенно их отцом. Многие татарские семьи по-прежнему имеют так называемую иерархическую систему взаимоотношений. Это значит, что дети предпочитают спрашивать у своей мамы, нежели у отца, которая затем уже обращается к отцу с их просьбой. В современных семьях мы продолжаем традицию навязывания авторитета отца. Когда я помню себя в своем детстве я также помню прекрасно, что отец был последним человеком, который мог обратиться, потому что он стоял так далеко. Поскольку сначала мне приходилось решать себе проблемы с мамой, обсудить их с ней, если были какие-то сложные ситуации, и только потом мы обсуждали это с моим отцом. И я считаю, что это, что моя ответственность перед семьей была основная причина такой ситуации. В то же время я всегда чувствовал, что мне всегда не хватало теплоты с его стороны. Я не могла все время ее почувствовать. Я чувствовал эту нежность, теплоту только от мамы. и затем, я, например, заболевала, начинала болеть, если ко мне подходил мой отец, плавал свою руку мне на голову, я говорил, вот это да, ты что, плохо себя чувствуешь? Вы не можете представить, насколько счастлива я была, поскольку отец меня спрашивал, задавал такой вопрос, такие отношения. Это очень типичная ситуация для семей в периферии. Определенно, когда мы говорим о сегодняшнем использовании и современных семьях, эта традиция уже больше не релевантна, так не происходит. Я думаю, что мой сын, который стал отцом два года, два дня назад, он будет проявлять всю возможную заботу, внимание, теплоту и любовь к сквере новорожденной дочери. Эта традиция его деда, моего отца прервется, и она не станет больше управляющим принципом поведения моего отца и отношения к дочери. Действия человека и потребность самоулучшения и саморазвития потребность в самоверсовершенствовании развиваются в условиях соотношения и взаимосвязи с другими людьми, основываясь на принципах диалога. Мы должны поговорить о диалоге не только в ключе взаимоотношений с родителями, с учителями, но и в ключе взаимодействия с другими людьми. Это не просто обмен мнениями, но это первая и самая важная характеристика партнерских взаимоотношений через диалог, который основывается на равности, эмоциональной открытости и то, что передается другому человеку, и это когда вы принимаете его как ценного индивидуума, как единственного уникального в мире. Татарские дети учат таким отношениям между друг другом в семье. Обычно татарские семьи — это большие семьи, где много детей, и уважение к старшим в традиционной педагогической традиции говорит об уважении ко всем сестрам и братьям. вы должны знать, что старший сестра или брат называются по-татарски апа или абэй. Что значит сестра или брат? Это очень уважительная форма обращения. Вы не называете своего брата или сестру по имени, но вы называете, обращаетесь к ним апа или абэй. таким образом вы показываете свое уважение старшим в семье. и дети, которые родились раньше, они также чувствуют эту ответственность перед теми, кто родился позже и кто младший. В татарской педагогике старший брат к старшему брату всегда обращается с большой любовью, нервностью и уважением. Это древняя традиция, и старший брат всегда помогает и преподавателям, если надо он защищает и поддерживает. Старшие дети могут присматривать за маленькими детьми, поскольку родители заняты, различными делами и они всегда готовятся смотреть за маленькими детьми, чтобы рассказывать им истории, чтобы извлекать их, кормить, укладывать спать. А для матерей они поют, например, сестер, они узнают новые колыбельные и поют им с младшим детям. Если, как я сказал, если отец это человек номер один в семье, если что-то происходит, что-то трагичное в семье, какая-то трагедия происходит, что-то случается с отцом, тогда старший брат, старший сын принимает на себя эту роль отца. И я могу вам в качестве примера привести своего собственного отца. Мой дедушка умер очень рано. Ему было всего лишь 37 лет. И в семье, которой было пять человек, он был самым старшим сыном. И я видела на протяжении всей своей жизни, что мой отец был единственным человеком, был главным человеком и единственным человеком, к которому приходили сестры, когда у них были какие-то проблемы. Именно он решал все эти проблемы. И это традиция в татарских семьях. Старшие братья и сестры всегда играют педагогическую роль. Когда младшие братья смотрят на старших и таким образом растут и воспитываются. И когда младшие сестры смотрят, то есть младшие дети всегда должны слушать следует советам старших братьев. И люди не признают тех семьях, где вы не можете сказать, кто глава семьи и кто в подчинении. Когда погнать, а когда ударить. С самого раннего возраста дети привыкают заботиться о своих младших братьях и сестрах. В таких семьях самые гармоничные отношения, уважение и целостность, любовь и мудрость, взаимная помощь и взаимная поддержка. Если дети не заботятся о своих младших братьях и сестрах, народные педагоги полагают, что то есть только в таком ключе можно будет обеспечить благородно гармоничное отношение в семье и счастливую жизнь. Уважение к ребенку и исключение наказаний и правильное использование различных стимулов. Эта проблема наказаний одна из самых важных проблем в воспитании детей, когда вам нужно исключить насилие во всеми взаимоотношениях. Использовать или не использовать наказание в воспитании ребенка? Насколько гармоничные взаимоотношения в семье? Если вы не используете наказание совсем, как вы можете решить проблему того, чтобы они слушались вас и так далее? Я думаю, что проблема связана с проблемой очень релевантной и актуальной для всех семей, не только в русском и российском обществе. В то же время наказание это лакмусовая бумажка, которая показывает стиль и формат взаимоотношений и воспитания. Они не принимают то есть наказание все равно это не самый оптимальный вариант для решения даже самых серьезных правонарушений со стороны детей. То есть это некое скрытое ненависти и злости, которое может быть привести в неправильное и чрезмерное наказание ребенка. На основе его педагогическом опыте существуют соответствующие пагаурки. злость придет ум уйдет ум придет злость уйдет прежде чем наказать ребенка полностью поймите ситуацию разберите что происходит что стало послужило причиной только потом выберите соответствующее наказание один раз отрежь скот вайс before you cut once да я даю английский вариант этой поговорки но в российской она в русском языке она звучит отмерь семь раз только один раз отрежь в народной педагогике даже есть место для телесных наказаний однако мы не можем сказать что все нации одновременно единогласны в этом подходе есть люди в России которые вообще никакого телесного наказания не принимают это традиция в этих семьях и в этих этнических группах я например Тыва Мордовы и Чуваши к примеру Чуваши советуют следующее столбу столбу не больно а тебе больно а вот задумаешься В мордовских организациях организации мордовцев семья не основана на страхе и физической силе татарская народная педагогика исключает отвергает использование телесного наказания один из великих деятелей татарской педагогики Амин Сирин писал что образованный глубокий учитель сможет обучить своих детей не используя порку и телесное наказание народные педагогики обучение детей используют положительные методы и телесное наказание используются очень редко только для очень серьезных правонарушений но не того чтобы подавить наши предки верили что самое ужасное наказание это словесное наказание вербальная порка дети обращаясь своими детьми что подумают о тебе о селяне ты об этом подумал вы видите что я вам сказал я вам сказал что я родилась родилась в сельской местности в деревне в обычной семье и это чувство эти мысли своих родителей что соседи подумают о тебе о твоей внешности о твоем поведении о твоих высказываниях было чрезвычайно важно поскольку я знала если я если я пойду по улице и если буду вести себя неправильно тогда любой человек на улице в моей деревне может сказать мне что я веду себя неправильно именно поэтому этот известный это один из самых главных методов инструментов ну я не хочу говорить наказание но это по прежнему наказание если кто-то на улице видит вас вы видите что-то не так он подходит к вашим родителям и они сначала скажут да он ведет себя плохо или она ведет себя плохо и и они скажут это нехорошо да затем они придут к родителям и скажут мы видели вашего вашу дочери вашего сына что он вел себя плохо я думаю что таким образом такой формат отношений взаимоотношений между людьми в татарских деревнях был очень хорошим методом воспитания детей интересное высказывание о педагогике в русском языке детину сердцем люби а коли надо словом гни love a child by heart and if necessary bend with a word я привел вам несколько примеров особенностей взаимоотношений в семье системных особенностей и насколько эти особенности этот диалог реализуют и реализуются в условиях мультикультурной российской семьи я вернусь к моему первому вопросу который я поставил в начале моей презентации задавал в начале моей презентации на выступление национальная специфика и особенности воспитания в нашей стране влияет на существование насилия в семейных отношениях я думаю нет совершенно нет мы не можем говорить о национальном влиянии о появлении насилия в взаимоотношениях в семье мы должны говорить не об этом а должны говорить об изменении взаимоотношений между учителем и учениками между учителями между родителями и учениками их детьми и это совершенно не зависит от национальности это зависит только от людей от родителей от преподавателей педагогов вы знаете я веду курс лекций и работаю с своими студентами я говорю об этих гуманистических принципах и рассказываю о них детям и говорим что мы должны приходить в класс и наши взаимоотношения должны быть полны уважения и любви к ребенку и когда они сидят напротив вас и вы можете всегда выделить студентов учащихся которые как вы думаете как преподаватели этот ученик станет присящим учителем он будет очень гуманным учителем когда он придет в школу и если говорить о моем опыте могу сказать была одна девочка которую я приняла так я подумала так что я сказал она станет выдающимся педагогом и я очень горжусь этим человеком потому что она говорила очень правильные вещи о взаимоотношениях между детьми и учителями и когда я отвезла своих студентов в школу отвела их в школу на их педагогическую практику и эта девочка которая уже выпускалась она стала учителем в этой самой школе она была старшим ведущим учителем и я была очень рада встретиться с ней поскольку я увидела в ней настоящего учителя которая таковой стала и я была абсолютно уверена что она является гуманистическим учителем и в тот момент когда я с ней разговаривала в учительской один из детей открыл дверь заглянул в комнату и хотел что-то спросить я увидела на лицо моего бывшего моего бывшей студентки она обратилась к нему и сказала быстро выйди и понимаете у меня тут же все упало я просто очень расстроилась я была уверена что этот студент эта студентка станет очень хорошим учителем с гуманистическими принципами но оказалось все наоборот все повернулось совершенно иначе я была очень расстроена я подумал почему так произошло что предопределила что повлияло на такие кардинальные изменения потому что она здесь в университете она об этом говорила в аудитории что же с ней произошло я поняла что довольно часто взаимоотношения между учителями между учителями и учащимися в школе которых большой опыт работы в школе и молодым учителям которые приходят только только приходят работать и видят эти взаимоотношения и этот человек понимает что гораздо проще намного проще добиться результатов которые требует директор школы когда вы строгие с детьми и поэтому она поменяла свое мнение о взаимоотношениях с ними вы видите что эта проблема не только связана с учителями но и с родителями с родителями и то что они делают в семье и иногда мои мои дети это уже взрослые люди им больше 30 лет но когда они были маленькими я тоже оставалась гуманистом педагогом-гуманистом я так думаю мне хочется так думать один из главных особенностей гуманистических взаимоотношений это наличие уважения к правам ребенка и родители довольно часто думают что все права находятся только в их руках а у ребенка нет никаких прав была ситуация с моим ребенком с моим одной из моих ребенку когда ей было 12 лет когда к ней приехала подруга из другого города они приехали в наш сад нашу дачу она сказала мам я хочу сходить там в одно место по-моему в кино я сказал нет ты не пойдешь в кино сегодня потому что уже черника поспела и нам нужно ее собрать она сказала нет мы уже решили мы уже приняли решение пойти в кино сегодня и моя подруга приехала и она уедет завтра когда она уедет я все соберу если ты хочешь я сказал нет это очень важно собрать эти ягоды сегодня и в этот момент вы должны были видеть мою дочь которая стояла передо мной она поставила руки вот так в боке 12-летняя девочка и она сказала хорошо мама где твой корчик и твой корчик и твое гуманистическое образование и мне стало так стыдно я пошла домой и я плакала потому что я поняла что очень легко разговаривать рассуждать о гуманистических отношениях о диалоге и о том чтобы выстраивать эти отношения но гораздо сложнее поменять себя саму даже если вы педагог даже если вы говорите об этом и если мы говорим о родителях которые недостаточно образованы как педагоги у них нет такого соответствующего образования и эти взаимоотношения могут конечно получить такой формат насильственный когда насилие доминирует и в начале 20 века шведский педагог Эллен Кей написала книгу которая называлась Эпоха ребенка или 20 век и она верила что она верила что 20 век станет эпохой ребенка 20 век прошел он закончился мы не можем сказать что он был очень добрым по отношению к ребенку и первое десятилетие 21 века также прошло и будем надеяться что 21 век станет эпохой ребенка и это будет это полностью зависит от нас спасибо большое спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok